Фурмунов – город неравнодушных и ответственных жителей, заботящихся о его облике и благополучии. Это в очередной раз доказал субботник, который прошел на территории муниципалитета 27 апреля. В этот день Фурмский район присоединился ко всероссийскому марафону чистоты. Субботники состоялись во всех уголках нашей страны. В акции приняли участие неравнодушные жители, трудовые коллективы, предприятия, организации, волонтеры, предприниматели, школьники, чиновники всех уровней власти. Каждый на своем месте, что называется в едином порыве, присоединился к мероприятию всероссийского масштаба. Сотрудники Центрального дворца культуры и члены Политсовета Фурмского отделения партии «Единая Россия» традиционно трудились в городском летнем саду. Перед началом поздравили с днем рождения именинника, секретаря исполкома Валерия Неволина. Затем, засучив рукава, дружно приступили к работе. Вооружившись метлами, граблями и лопатами, сгребали остатки прошлогодней травы и листьев, убирали скопившийся за зиму мусор. Ну вообще работа идет очень позитивно, мы все заряжаемся эмоциями. А так сегодня, 27 апреля, члены Политсовета местного отделения партии «Единая Россия» ну просто-напросто не смогли стоять в стороне и присоединились к всероссийскому субботнику. И, конечно же, вышли на самое традиционное место, скажем так, отдыха наших горожан. Это летний сад. И приводим его в порядок. И, в свою очередь, мы приглашаем всех неравнодушных граждан нашего города присоединиться и, наверное, сделать наш город уютнее и чище. Весна началась, все зеленеет. Поэтому забота каждого жителя – это выйти и облагородить свой участок, где закреплены. Вообще весна – это пробуждение природы. Очень радует, очень веселит, очень надежды большие подает. Я вот очень люблю свой город. Поэтому призываю всех участвовать в таких субботниках. Город свой надо любить. Заниматься субботниками, заниматься растеневодством. И нам будет радостно, весело и тепло жить в этом городе. С самого утра педагоги, учащиеся в общеобразовательных учреждениях района, взяв все самое необходимое, также вышли на субботник. К примеру, ученики школы номер 8 не только дружно поработали на своем пришкольном участке, навели порядок на спортивной площадке, но и собрали мусор на территории между школой и первой поликлиникой. Здесь же неподалеку на уборку вышли и сотрудники центральной районной больницы. Мы давно это запланировали – убирать свою территорию, привезти ее в соответствие. Тем более, вперед у нас такие два важных праздника – это Пасха и 9 мая. Поэтому сегодня все вышли, сотрудники, на уборку территории. Сейчас позанимаемся тем, что приведем территорию в нормальное состояние после зимы. Буквально за пару недель преобразилась и посвежела территория у Фурманского технического колледжа. Студенты, педагоги, мастера производственного обучения – каждый внес в дело чистоты и порядка частичку своего труда. Студенческие педагогические коллективы Фурманского технического колледжа всегда с воодушевлением, с радостью принимают участие в городских субботниках. Открыли мы его уже 20 апреля, внутри своей территории убирались, потому что любим, когда у нас чисто, красиво. Очень часто к нам гости приходят, и хочется, чтобы было уютно. Ну а сегодня мы продолжаем эту традицию. Сегодня, насколько я знаю, всероссийский субботник. По всей стране нас это радует, что мы присоединились к огромной такой вот массе людей, которые хотят, чтобы в их городах, в их деревнях, селах было чисто, красиво, нарядно. Потому что, ну, в преддверии такого замечательного праздника, не овесные труда, хочется, чтобы действительно было празднично и как-то феерично вокруг. Взяться за грабли, покрасить лавочки, побелить деревья или высадить цветы, несомненно, каждый может внести свою лепту в то, чтобы родной город стал по-настоящему чистым и уютным. Приглашаем каждого неравнодушного жителя принять активное участие в традиционной уборке придомовых участков и общественных территорий, а также вовлекать в субботники своих друзей и знакомых. Делать добро вместе не так уж и сложно. Присоединяйтесь к двухмесячнику чистоты и благоустройства и помогайте городу и району меняться к лучшему.